Привет, дорогой друг! С тобой снова я, Офи Нерс! Добро пожаловать на канал! Рад тебя видеть! И мы тут уже даем люлей дракону Ринниктону сразу, с первых секунд, сразу матча! Играем мы сегодня с тобой за Джакса на топе против Ринниктона. Но будем играть мы не просто так, мы будем играть с тобой в фановом билде в Джаксе фулл АП. То есть у нас будет Джакс Колдун, которого мы соберем в силу умений. И, собственно, вот эта палочка, наш посох, который нам поможет кастовать наши великие заклинания, которые помогут нам, наверное, сегодня победить. Я, по крайней мере, на это надеюсь. Но получится ли у нас, узнаем уже по ходу игры. Так что, дружище, делай себе чаёк-кофеёк, усаживайся поудобнее. Мы начинаем! Страшно вырубай! Дракон, пощады, пощади, пожалуйста, меня! Что ты делаешь? Не души по-братски! Так, нам нужно покомфортнее постоять. Так. Ага. Билд будет реально интересный. Фулл АП Джакс, это, ребята, это серьёзно. Это реально серьёзно. Это уже, как бы, отставить шутки в стороны. Это уже опасный контент. Как бы... Не для ранкида! Не, ну как для ранкида. Опять же, напоминаю, да, что этот билд можно попробовать в ранкиде, если вы в нём уверены. Но если не уверены, то советую поиграть. Это как фан-билд. Это для развлечения, для того, чтобы поднять ваше настроение, чтобы вам было интересно. Чтобы вы весело смогли... ПРОВЕСТИ ВРЕМЯ! Как, например, вот этот Рениктон сейчас. То есть, чтобы вы могли весело провести время, посмотреть видео, потом с друзьями пофаниться, поиграть в этом билде, расслабиться после потных солухушечек, потестить этот самый билд. И если вам он уже зайдёт, вы поймёте, что да, этот билд реально хорош, он мощный, вы сможете его, как бы, использовать уже в ранкидах. Но, в первую очередь, это всё-таки фан-билд, но он создаётся для того, чтобы получать довольствие. Поэтому обязательно сначала протестируйте его, попробуйте в обычной игре, в обычечке. Итак, мы покупаем сразу АПшки, берём себе вот этот пистолеточ. Это наш Hextech-револьвер, пушка наша страшная, которая нам поможет трейдиться. И с этой пушкой мы отправляемся на ту-плейн, так как у нас будет фулл-АП-джакс. Кто-то скажет, эээ, дядя, Hextech-штык — это не фулл-АП, здесь есть АД, но я тебя сразу остановлю, скажу, что да, здесь есть АД, но этот предмет в основном АПшный, потому что он даёт именно больше АП, чем АД. Вот так вот. Так что это единственный предмет, который у нас будет давать АП статы, но без него никак АП Jax не получится. Это Core Slot. Это то, что нам нужно. Нужно нам, понимаешь? А нам это нужно. Так. Нам это нужно, чтобы с тобой побеждать. Первым на АП Jax качаем вэшечку. Вэшечка — наш трейд-потенциал. Руны я, кстати, тоже сейчас покажу. Так. Рунки надо показать. Да, согласен. Не поспоришь. Минус! Подкрученный чугат Бобиситт на штоплейн, за что ему огромный респект. Молодец. Грамотно всё делает. Так. Правильная линия для Бобисита. Спасибо большое. И уходим с вами на бэк. Итак, ребятки. Руны. Руны, которые я использую. Это молния. Это внезапный удар, который будет нам давать после нашего прыжка пробивание. Мы будем фулл АП собирать, прошу заметить. То есть молния — это как прокаст, да? То есть мы прокастить будем. Мы будем дополнительно молнией ваншотать противника. Плюс пробивание у нас есть. Также у нас есть коллекция глаз, которая увеличивает наше количество АП, сил и умений. И ненасытный охотник. Он уже будет давать нам сустейн от нашей способности, которая очень много урона будет наносить. Ну а также триумф, удар милосердия, чтобы у нас было какое-то исцеление в тимфайте, ну и дополнительный урон. По дополнительным рунам это скорость атаки, сил и умений и броня. Вот такие вот руны. И вот такой вот у нас Джакс. Так, пока что у нас уже все хорошо. 1-0. 1-0-1 идем. Это не может не радовать. Так, отлично. Он мисплей трейд. Кто не знает, если нажать Ешку, то Джакс сломает АВшку Ринниктону. То есть, если Ринниктон нас попытается за контроль своей АВшкой, мы жмем Ешку и все. И все. И Ринниктона как будто и не было. Ринниктон перестает быть опасным для нас, потому что его АВшка контрится полностью. Он получает кучу урона, застанет нас не может. Мы урона не получаем. Ну и Ринниктон начинает плакать, ругаться, не говорить, какой же читерский и дисбалансный чемпион это Джакс. Что его невозможно победить, что он слишком сильный, что пора его нерфить. И так далее. Сейчас мы будем потихонечку выфармивать Крепцов. Прям по чуть-чуть хотя бы, да? Так, раз, чуть-чуть, чуть-чуть. Так, раз, чуть-чуть, чуть-чуть выфармил Крепцов. Ну и ждем шестой левел. Шестой левел даст нам трейды. Наконец-то у нас пойдут полноценные трейды. Так, молнию прокнули. Все, надо бежать. Бежи, текай, Ярик, текай. Вот, нормально, все. Текаем отсюда, от Седова. Так. Третья автоатака у нас с ультимейта прокает магический урон. И нам желательно использовать следующий трейд для демажа. То есть мы раз, так вот делаем, два. О-о-о! О-о-о! Пошла печка! Это уже не Джакс, это какая-то машина! Ха-ха-ха! Печка пошла! Вот. То есть стараемся трейдиться, стараемся обузить наш ультимейт. Настакать атак спид с пассивки. И все, идем сразу улынить. Дракона Ренектона, он вообще не ожидает такого бруста, потому что АП Джакс на самом деле удивительный чемпион. Это хоть и фан-билд, но он реально может работать. Единственная в чем проблема, то что относительно обычного Джакса, если обычный Джакс нереально сильно скелится в лейт, то этот как обычный прокастер, но начинает проседать, тем более милишный. В целой гейме он не так хорош, и у него есть некоторые проблемы, связанные с тем, что его легко можно убить, там в контроль попал, да, и в основном мы можем шотнуть одного-двух чемпионов, больше нет. А обычный Джакс может и пенту зафигачить, так как у него нету никаких ограничений, по сути. Но вот этот Джакс имеет ограничения некоторое, в которые мы будем с вами упираться, и мы это увидим потом в дальнейшем, но пока поначалу это просто бомба, вот реально на нем играешь, кайф. У него очень сильный трейд. То есть с прыжка у нас кушка скелится от магического урона, вэшка скелится, ешка не скелится, но ешка наша утилити способность, контроль, да, наша ульта скелится от АП, то есть чтобы нам просто дать трейд, нам нужно раз, два, две автоатаки по крипам, третья уже идет усиленная. Мы просто прыгаем на противника с ешкой, даем автоатаку, сразу даем В усиленную, и все, он потеряет половину своего здоровья, и мы просто отходим. Все, отбегаем, за контроль его застанем, то есть такой хитрый размен происходит. Нечестный, вообще нечестный размен. Никто не любит таких Джаксов, которые вот так вот рейдятся, особенно АПшных. Они очень сильные, очень сильные. Но вот очень, это вот прям реально очень. Если я говорю очень, это прям вот очень сильные. Верлигейме, но потом чуть-чуть начинает проседать. Сильнее, чем обычный Джакс, как по мне, особенно против сквишей. Так. Хорошо, минус ешка у него. Но без ешки он особо нам ничего не сделает. Мы хотим наоборот сейчас, чтобы он нас подпушил. Будет хорошо, если он подпушит. Крипы придут под нашу вышку, и мы сможем там легко пофармить. Нам просто в такой куче крипов драться нельзя никак с Рениктоном. Даже несмотря на то, что мы сильнее его, потому что мы его побеждали. Но такая куча крипов, они сильнее Рениктона. Самого Рениктона сильнее. Рениктон меньше дамажит, чем вот эти крипы. Поэтому нужно как бы понимать, что он. Шутки шутками, ребятки. О, страшно вырубай! Что это такое? О май гад, там Вася сидел в кусты, ребят, вы видели? Вот это дела. Вот это, конечно, да. Вот это неожиданная тема. Подстава, подстава. Рениктон тоже не начал играть нечестным образом. Сразу попросил себе помощи. И не простой помощи, а еще какой. Кустарный, кустарный игрок на Вай пришел помочь. Вот это меня застало врасплох немножко, конечно. Присутствие такого игрока в команде. Ну ладно, мы сейчас попробуем теперь по-честному подраться один на один. Сравнить нашу силищу богатырскую. Хорошо, хотя бы я крипов тогда успел забрать. Если бы не забрал, вообще была бы катастрофа. Просто габела бы была полнейшая, да? Сейчас мы купим себе хекстэк штык. Благо, хекстэк штык хилит от любого наносимого урона, как физического, так и магического. Даже от игнайта хилит. От чистого, то есть урона в том числе хилит. И за счет этого мы сможем сейчас с ним жестко трейдиться. Давай. И ко мне, мой сладенький. Ай, ты моя печенюшка! Папа хочет кушать! Папа хочет есть! Папа хочет кушать! Кушать! Ха-ха-ха! А, зажарил крокодила! Пацаны, ИФ-15. Ну как так? Ну почему ИФ-15? Я только начал играть. Я только что отжарил крокодила на топ-лейне. Дайте поиграть немножко. Дайте получить удовольствие игры. Что не фан-билд, то пот игра. Почему такое? Смотрели мы предыдущие видео? Видели, да? Что не фан-билд, постоянно пот на игра. Дайте поиграть. Почему начинаете фидить? Ха-ха! Как Владос фан-билд берет, надо обязательно начать фидосить. Катастрофа. Телепорт на топ-лейне от Рениктона пошел. Надо бы, конечно, сейчас на бэк сходить по-хорошему. Ну, на бэк вот 50 бы золота получить и сходить на бэк. Давай, сейчас поставим пока что. Конец серии. Прости, пожалуйста! Прости, прости! Хелп! 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 Ну ты, конечно, мясанул кухоном, дядя. Ну ты даешь жару. Ё-моё! Ну как так? Походу, реальный фэшель 15. Я не знаю. Ну как вот с такими хуками что делать, лол? Если ты так хуки кидаешь, походу, я фэшель 15. Я не знаю, что делать, лол. Катастрофа страшно врубает. Ну ничего, мы сейчас попробуем дать отпор. Тут Диану просто походу мучают нещадно, да. Диану нещадно мучают. Сейчас пойдем на топ-лейн, попробуем еще раз с крокодилом подраться. У нас есть хекст-эк-штык наконец-то. Таки! Сейчас мы с этим хекст-эк-штыком попробуем затрейдить крокодила. У нас уже очень много урона. Тут на боте пошел файт. Возможно, будет первый килл. Нет, все-таки, похоже, не будет первого килла. Есть ультимейт. Давай! Ультуй, дядя! Ну что ж ты делаешь? Ну пайк, ну пайк, ну ё-моё, катастрофа. Так, ну ладно, бежим на топ-лейн. У нас, конечно, очень печальная ситуация на боте происходит. Просто, ну, катастрофически печальная. Там можно только посочувствовать пацанам. Опа! Вертолет. Специально раскрутил, чтобы быстрее прилететь. Вот такие вот дела. Сейчас нужно быстренько как-то запушивать линию, не знаю, уходить, возможно, помогать команде нам. Потому что я бы, конечно, постоял на топе, с этим драконом подрался, но боюсь, что это все может плохо закончиться. Так как у нас команда очень жестко фидит. Если мы сейчас не пойдем помогать, скорее всего, мы проиграем, ребята. На боте сломали уже вышку. Сейчас они, возможно, свапнутся, пойдут уже на топ-лейн. На топ-лейн это плохо. Так. Дали ему ешку. Отлично. Сейчас без ешки я пока что трейдиться не буду. Тем более, я не знаю, где бот-лейн находится. Лучше сейчас типа сделаем бэк. Вид, что мы бэкаемся. На деле, мы не будем бэкаться, конечно же. Дуэль двух мужиков. Жестких. Так. Ну, такое как бы. Пока что победитель не найден. Раз, два. Фюх! На! Молотком просто по голове крокодилу задуэлил все-таки. Там ва еще. Ё-моё. Братка. Ну, не знаю, что мы тут сможем осилить его. Все-таки задуэлил. Но я на спарринг его взял чисто на бицуху. Зажал его просто вот так. Представляешь, вот руку взял за бицуху его. Где бицуха? Зажал ему голову. И все. И победил. Переборол его. Осилил. Бросок. Тунгутский метеорит называется. Бросок через себя. Ну, дракона победили. Это, конечно, хорошо. Еще один сноубол для нас. Так. И я рад, что все-таки уже АДшника забрали. Серия там пошла на убывание. Теперь нам с вами нужно взять АП. Ну, то есть еще один АП предмет крутой. Это будет наш Лич Бейн, который мы будем собирать. Куда ФФ? Пятнадцатая минута. Представляешь, четыре человека нажали ФФ. О май гад. Можете себе такое представить, ребята. Четыре ФФа. Я уже думал, все, конец. Это просто жесть. Меня еще и хейтят за то, что я не нажал. Я потею. Я бьюсь до последнего. Я бьюсь до последнего в этой игре. Я буду бороться. Должен бороться до последнего, до финальной игры, до победочки. Вот это да, конечно. Вот это морали нету у команды, ребята. Ай, нету морали, ребятки. Нету морали у команды. Совсем нету. Но ничего, зато у нас есть дуэль. Мы хотя бы можем показать, не кто, но кто тут папа, кто тут главный. Наверное. Если он не убежит, но он убежал. Теперь мы уже ему ничего не покажем. Можно ему только вслед кричать. Постой, давай подеремся. Честный бой. Ой-ой-ой, куда, куда, не надо, не фити. Не фити его. Дракона? Дракона так страдает, всей командой пришли. Короче, Минус дракон. Отлично. Надо забирать вышку на топ-лайне. Так, сейчас у меня будет еще один АП-предмет. Возможно, мы сможем заточить. Есть шансы. Шансы маленькие, но они есть. Такс. Где у нас Тристана? Тристана пошла. Тристана пошла с мидлейн. Нет, она на мидлейне. Ребят, она на мидлейне. У меня уже очень много урона. С прокастом могу шотнуть эту Тристану. Так, 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 так. На! Шотнул, как обещал. Отлично. Кстати, нужно поменять вот этот хекс-штык сюда. Хорошо, если чтобы я хекс-штыком докидывал по ней. Но мы сделали свое дело, ребята. Это хорошо. Теперь нам нужно в грозу лечей выйти. Тристана начала фидеть. Это знак победы. Это очень хороший знак. Если противник фидит, значит он ошибается. Если он ошибается, значит он может ошибиться еще раз. Если он ошибается еще раз, значит он фидит. И значит он ошибается снова. Но как бы замкнутая цепочка, которая приводит к победе. Так что нужно просто стараться потеть и не расслабляться. Вторым качаем Ку, потому что Ку имеет скейлы от АП, и мы чаще ее сможем использовать. КД понижается, что позволит как бы догонять противника, трейдить, убегать от него. все-таки мобильность в этом билде важна. Так, 300 она на боте, но я в соло не знаю, не особо хочу с ней сейчас драться. Я бы лучше пошел по мо-команде. Сейчас берем себе сразу еще дополнительно АП. 450 гроза лечей. Практически собрали грозу лечей. Сейчас ее дособираем, и тогда у нас уже будет очень жесткий прокаст. Кор-предмет такой своеобразный. АПА! АПА! Пошла! Прожарочка пошла. Пошла прожарочка, ребята. Так, отходим. Ясу! Ясу! Забираем Ясу! Смотри! Сори-сори, демэш! Хорош! Забрали! Жестко дамажим. Минус дракон, минус Ясу. Пока еще не так, конечно, много демэша, но это только начало, ребята. Это только начало. Ну, типа, уже есть демэш? Вот если бы мы сейчас стояли, просто вот трейдились именно через Харас, демэша было бы очень много. Но уже, как бы лейнфаза на 15-й минуте закончилась. Конечно, тут у тебя нет демэша, если у противников там по 15 слотов у каждого, а у нас по одному слоту. Как победить? Ну, сложно победить. Тристана опять начинает фидить. Опять же, Гурет, хороший знак. Так, гроза лечи у нас уже собрана. Это очень круто. Следующим предметом мы соберем себе пробивание магическое. Надо ботинки собрать на мэджик пробивания. Так, сразу нет. Эх, они так в тайминг закинули. Не знаю, они могут успеть эфэфнуть на 20-й. Там, не, вроде отменили. Не! Вгашкам. Хух, хорошо, они не стали держать. Если бы дотянули до 20-й, возможно бы эфэф пошел. Там же 4 человека достаточно, чтобы заэфэфить, а у нас только я не эфэфлю. Один без 9. Так, пошли. На бот, на бот, на бот, на бот. Это наш шанс. О! Где он? Исчез. Хеллоу, да, здравствуйте. А, Ясо еще здесь. Ё-моё, там еще Ясо был, ребят. Ну ладно. Берем себе Лич Бейн сразу. Нам нужно еще ботинки собрать на магическое пробивание. Сейчас соберем себе боты. Сапоги Чародея. Это серьезно, это качественный контент. Нам эти ботиночки пригодятся. Все, собираем ботинки Чародея. Отлично. Теперь у нас наконец-то появился какой-никакой бурст урон хороший. Мы можем просто шотать противников. Но для этого конечно нужно, чтобы нам один-на-один подраться. Если мы так в толпе будем драться, я думаю, шотнуть вряд ли получится. Но мы, конечно, постараемся. Я же постараюсь подшотнуть противника. Но как пойдет, как уже, как пойдет. Так, Чугатик здесь пытается, пытается что-то сделать. Ну, похоже, не знаю. Там, Диана молодец, смогла забрать один-на-один Вай. У Вай очень много золота. Она просто тысячу золота сразу раз Диане и все. упала на счет. Сейчас Диана купит себе предметы и будет все окей. Хочу на это надеяться и верить. Так. Личбейн у нас теперь уже и ботинки на пенетру. Давай-давай-давай-давай-давай. Давай-давай-давай. Этсунь. Ух, ваншотом. Жестким ваншотом. Следующий предмет, который нам понадобится, это нашортус. Нашортус даст усиление автоатак, скорость атаки и усиление этих автоатак даст. Наш тоже один из скорпредметов. Отлично. Они по топу, кстати, пушат с 300 и дракон с 300 и пушат по ту плейну. Ё-моё, надо протектить, ребята, надо протектить, надо туда отправляться нам. Заодно попутно будем собирать нашортус. Нашортус собирается через атак спид и через вот этот фолиан. Нашортус это вот такой вот предмет, сейчас покажу. Так, вот он. 20 кдр еще дает. Суммарно у нас 30% в кдр будет. Вкупе с личбейном 30% для чемпиона зависимого от способностей. Это очень круто. Как мы способностями очень много урона наносим, да? Так. Отлично, забрали. Очень много урона свэшки у нас. Ух, ваншотиком. Домой к папе. Так, бежим сюда сразу. Прок, прок, домой, еще минус один. Камбэчим. Дракон, дракон, но дракон не должен уйти. Дракон это просто мясо, его надо съесть. Съесть дракона, зажарим. Жареный дракон, ребята, печеного дракона. Кто хочет печеного дракона? Плюс комментарий. Нормально, все, съели, отлично. Камбэк, друзья мои, камбэчим, камбэчим. Это барон, это какой баду, какой эфэф. Ну мы только что камбэкнули. Нормально идем, сейчас нужно забирать барона, можем его сделать. Мы только что такой файт выиграли, а просто ваншотнул адешнику у них. Это шапп Джакс, это как бы и фан билд, и как бы керри билд, а здесь что, жесткий билдец, ребята. Забираем сразу барончика. У меня еще Ешка есть, а кто у них живой? У них непонятно, кто живой. Опа, Ясу, Ясу живой. Ты что, братка, куда ты лезешь? Так. Опа, 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 пошел, пошел, пошел. На, еще, просто кухоном убиваем, ребят. У-ху-ха, камбэк, фан билд рабочий. Так, нормально, собираем себе сразу здесь атак спид дополнительно, к ДР, берем вот эту штуку. Слушайте, ребят, может это даже не фан билд, может на этом билде можно челленджер взять, я даже не знаю. Бам-бам-бам, может это уже как бы серьезный билд. Билд и серьезный, аппарат жесткий. Да, позволяет делать страшные вещи. Так. Хорошо забрал билд баф. Мне билд баф важнее, я вам честно скажу. Сейчас возьмем билд баф, продаем сразу поушен, поушен нам уже не нужен. Берем себе сразу на шортус, на шортус 20 кдр дает, этого у нас 30 кдр, куча АП просто нереально. Не сустейн, не все. Теперь автоатаки усиленные от АП, здесь прокаст усиленный, с АП, тут прокаст усиленный. То есть, вот это вот АП Джак сбил, жесткий. Сейчас отправимся на реку, не знаю, может быть там жучка можно забрать. Я бы, конечно, себе и ред взял, если уж на то пошло, да, если уж, быть, честно, вот, если уже до конца быть, я бы себе и ред забрал. Так, ну ладно, пойдем на бот, сейчас попробуем с драконом подраться, посмотрим, что нам сможет здесь противопоставить ринектон дракон. Ого, они все сюда идут, надо убегать, скажу я вам. Ребят, надо бежать. 40% КДРа с блубафом у нас на кап КДРа вышли. Кап КДРа, это серьезно. Сейчас попробуем тут вижн поставить, если люкса пойдет сейчас. Хорош! Только, только там еще один был, ё-моё, 300 она здесь была. Ну ладно, должны они выигрывать-то, я же все затанчу. Забирай, хорош. Нормально, подыгнай там. Нормально, молодец, забрал, хорошо. Здесь еще Вай живет, ну Вай, дракона-то они должны забрать, по-любому. Дракон не живу, не жилет здесь. Минус 3, ребята, затанчу. Ну как мог, чё гад, в соло танкует, десятерых просто, против двоих, натанчивает. Ну я особо молодец, конечно, за стенкой так спрятался, ничего с ним не сделаешь. Правда, Диана его заберет, 100%, ему здесь не уйти. И следующий предмет, который мы будем собирать на Ринектон, ой, на Джакса, вернее, это уже будет Джоня. Мы собираем себе Джоню, а уже после Джони мы купим себе шапку Рободона, которая усилит все на шапе. Просто Джоня хороша, она даст еще 10 КДРа, ведь нам не всегда блубав будут давать. Это отличная тема, которая позволит добиться капы КДРа, плюс даст выживаемость. То есть мы сейчас сможем врываться, вот как сейчас я врывался. Забрали, например, Люксу и сразу раз с Джоню встали. И типа ждем, ага, вот сейчас противник выйдет, мы выйдем из Джони, противник к нам подойдет и мы его раскастуем, да, еще раз. Или там команду дождаться. Ну, короче, полезная тема, поэтому с Джоню соберем 100%. Тем более здесь 1, 2, 3, 4, 4, 4 АД чемпиона. 4 АД чемпиона, это жестко. Здесь я не могу помочь, к сожалению. Здесь я не мог помочь, ребята. Ошибку они допустили. Так. Е! Е! Пу! Как же он хилится? О май гад, это Джакс на лол хп. Но я говорю, в дуэли, конечно, сложновато. Слезновато, но посмотрите, какой отхил, какой отхил. Отхил просто нереальный, дикий. Отхил просто безумный. Так. Надо забрать дракона. Минус 2 сейчас сделали. Это шанс забрать красного дракона, ребят. Красный дракон, это очень полезный дракон. Так. Ой, хорош, Джакс. Молодец, забрал. Жестко. Теперь нам нужно отправляться сразу за куском Джони. Кусок Джони, секундомер, он нам сразу даст вот выживаемость в таких файтах, потому что иногда ну просто масс-хеф она нужна. очень сильно нам пригодится, поэтому мы взяли кусок Джони и сейчас побежим наверное по топ-лейну уже. Но вообще в идеале конечно группиться с командой. У нас тем более у Чугата есть... А, нет, подожди, барон уже закончился, да? Как-то быстро он закончился. Не успел я насладиться бароном. Ну да ладно, нам нужно по идее группиться, потому что мы когда в пятером мы сильнее, тем более у меня есть флэш. А с душем я могу страшные вещи творить, я могу просто запрыгнуть по керре противника и все. Забираем все крепцов. Хорошо. Попробуем сейчас прийти на мид. Что там Чуга дерется? Ребята подходят уже с фланга, начинают душить, говорят, мы вас душить пришли. А меня-то нету, ребята, меня-то нету, но Пайк там забрал минус 2 уже. Почти минус 3! Я бегу! Душить бегу! Да! Просто ваншот из Жоня золотой Джакс просто хэщи! Муай-тай плейстайл золотой Джакс. В самом деле я мискликнул. В самом деле я мискликнул. Так. Ну если что, это типа так красиво было сделано специально, специально сыграл. Так, ломаем сразу мидлейн. Вот вам и АП Джакс, ребятки, да, жесткий. Жесткий, потому что, наверное, наверное, жесткий. выносим здесь, значит, ингибитор на мидлейне. Айдяач! Минус Ясу просто добил молодого до финальной, до конечной. Ну что? Победная, ребята, закерена. Жесткая игра. Ну блин, ребят, это игра чисто на лайк. Надеюсь, вам понравилось видео. Если так, ставьте лайк, подписывайтесь на канал. Часть раз и удачи. И все вам самого хорошего. Побольше побед. Всем пока-пока.